Наталья Бондаренко живет в доме на проспекте Театральный. Говорит по ночам, слышит, как трещат стены. На фасаде доказательства щели с первого по пятый этаж. Дончанка уверена, дом оседает. Вот эта вот территория, практически от проспекта Ильича до бульвара Шевченко, идут какие-то геологические такие процессы непонятные. Обратились к властям с просьбой сделать всевозможные экспертизы, пробурить скважины, выяснить, почему наши дома рушатся. Особенно процесс идет с февраля месяца, страшный процесс обрушения. В квартирах дикие трещины, двери не закрываются. В месяце 4 августа, вот на этом месте, возле третьего подъезда этого дома, проводились бурения скважины для того, чтобы определить, что находится под этим зданием. Я была свидетелем и зафиксировали то, что видели. Это была вода, которая поднималась примерно на высоту 4 метров с большим напором. Опасность провалиться под землю вполне реальна не только для жильцов этого дома, говорят в ассоциации строителей Донбасса. Проседать начали здания по всей набережной Кальмиуса. Рассказали, более ста лет назад в центральной части Донецка работали десятки угольных шахт, ныне уже закрытых. От них под землей остались пустоты. Вдобавок здания подмывают грунтовые воды. Например, набережная в районе проспекта Театрального просела на 2,40 за 20 лет. Это очень много. Это на целый этаж. Мы добились экспертиз по Театральному. Сейчас первые скважины сделаны уже на проспекте Ильича, на подъезде в Кальмиусу. Так вот, везде, кроме одного Театрального, 40, вода поднималась без всякого напора в воздух на 4 метра. Столк воды на 4 метра из-под земли. Это говорит о том, что у нас идет страшное подтопление. В Научно-исследовательском строительном институте информацию об изменении рельефа отрицают, но не отрицают проблемы. Говорят, здания действительно проседают, но причиной называют интенсивную застройку центральной части города. Рассказали, грунт не выдерживает нагрузок. Наблюдается влияние нового строительства на изменение гидрогеологических условий. Может быть, одним из факторов повышенной деформации зданий и сооружений и изменения гидрогеологических условий. Ученые говорят, чтобы избежать трагедии, нужно каждый дом оснастить электронным датчиком, чтобы следить за всеми подземными процессами. Однако те изменения, которые есть сегодня, в городском совете не считают проблемными. На сегодняшний день изменения в почвах и в просадках, о которых говорят, пишут, к сожалению, не соответствуют действительности. В эти слова не верят ни члены ассоциации строителей Донбасса, ни жители центральной части Донецка. Говорят, лучшие доказательства приближающейся катастрофы, состояния проблемных домов, помощи намерены искать областных властей. Злата Байрачна, Евгений Красюков, Панорама. Злата Байрачна, Евгений Красюков, Панорама.